Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символике и жуткой правде о мире под видом фантастики в фильме «Обитаемый остров». Перед началом видео напоминаю возможности заказать платный разбор интересующего вас клипа, фильма или другого контента. Все подробности в закрепленном комментарии под этим роликом. Премьера экранизации одноименного романа братьев Стругацких «Обитаемый остров» состоялась 29 декабря 2008 года. В качестве режиссера кинокартины выступил Федор Бондарчук. «Обитаемый остров» снят в двух частях, обе из которых вошли в число самых кассовых фильмов Европы по итогам 2009 года. Творение Бондарчука преподносится как фантастика и антиутопия, не имеющая ничего общего с реальной жизнью. По факту же фильм напрямую рассказывает о жутких тайнах нашего мира, связанных с управлением людьми и контролем их сознания. Кроме того, кинокартина буквально переполнена символикой иллюминатов. Перед началом фильма зрителям говорится о том, что его действие разворачивается в 2157 году. К этому времени человечество якобы достигло своего расцвета, а жизнь на Земле кардинально изменилась. «Люди забыли о войнах, голоде и терроризме. Возродилась природа. Прорыв в медицине избавил людей от болезней, позволил использовать скрытые ресурсы человеческого тела». Сейчас все это кажется недостижимой целью, хотя именно таким и должно быть наше общество. О том, почему сегодня люди далеки от жизни в гармонии с природой и самими собой, станет понятно по ходу фильма. Сюжет кинокартины строится вокруг парня по имени Максим, который в результате крушения космического корабля попал на постапокалиптическую планету Саракш. Привыкший жить в свободном и справедливом мире, молодой человек в шоке от того, что происходит на открытой им планете. Собственно, довольно скоро становится понятно, что Саракш как раз таки и олицетворяет нашу землю. По словам братьев Стругацких, Саракш означает мир. Образованное от него ругательство Масаракш, часто используемое в фильме, дословно переводится как мир наизнанку. Это в свою очередь дает прямую отсылку к подмене понятий, которые повсеместно используются в нашей жизни. Когда Максим поселился в квартире у понравившейся ему девушки по имени Рада, он занялся изучением имеющихся там книг. Особенно заинтересовала парня модель мира, которую жители Саракша принимали за истину. Молодой человек попытался рассказать своей подруге, как все обстоит на самом деле. Он привел в пример теорию, считающуюся верной на Земле. С учетом того, что фильм намекает на полную подмену понятий в нашем мире, вполне возможно, что верной как раз таки является схема, изображенная в книге Рады. Если внимательно посмотреть на рисунок, в центре можно увидеть рептильный глаз, дающий отсылку к символу всевидящего ока. Он же намекает на то, что весь материальный мир находится во власти дьявола. Вместо зрачка в центре глаза изображена восьмиконечная звезда. Она является символом богини Иштар, которая имеет для иллюминатов особое значение. Это центральное женское божество аккадской мифологии, покровительница плодородия, плотской любви, войны и распри. О том, что именно наша модель мира является перевернутой, говорит и прокурор во второй части фильма, когда Рада рассказывает ему о воззрениях Максима. Место, в котором оказался Максим на обнаруженной им планете, называлась страна неизвестных отцов. Когда парень попытался выяснить, кто такие эти отцы, он получил в следующий ответ. Это анонимная группа интриганов, захватившая власть. Это хапуги, сибориты, садисты. Очевидно, что под неизвестными отцами подразумеваются представители мировых элит, стоящие во главе общества иллюминатов. Периодически они собирались на тайный совет и решали вопросы, касающиеся судьбы планеты. Руководителем неизвестных отцов был человек, к которому остальные обращались папа. С одной стороны, это дает отсылку главе Ватикана. С другой стороны, здесь прослеживаются намеки на библейский сюжет. В частности, в самом начале фильма, когда один из членов общества нарушил обет молчания, папа сказал ему следующее. Очевидно, что в этих словах присутствует отсылка к Адаму и Еве, которые ослушались Господа и за это были изгнаны из рая на землю. В качестве своего логотипа неизвестные отцы использовали главный масонский символ Всевидящее Око. В разные стороны от него отходила лучезарная дельта. Внутри зрачка находилось три переплетенных месяца. С одной стороны, они напоминали головной убор богини Луны – Селены. В поздней античности она отождествлялась с Гекатой, представляющей собой божество смерти, магии и некромантии. С другой стороны, данный символ представляет собой Трискилеон. Издревле он служил источником энергии для шаманов, проводящих магические ритуалы. В качестве нагрудных значков неизвестные отцы и их приближенные носили и другие оккультные символы. Так, эмблема странника представляла собой перевернутый треугольник с вписанным в него кругом. Его верный слуга Фанк носил значок в виде перевернутого креста. Символ прокурора соответствовал жесту триумфа дьявола, а на груди у свекра можно было увидеть звезду Иштар. Кабинет, в котором проходила встреча неизвестных отцов, был увешан флагами, напоминающими фашистскую свастику. Это было своеобразным намеком на то, что творят члены общества с простыми людьми. Отдельного внимания заслуживает обстановка в квартире прокурора. Кажется, что здесь намеренно собраны практически все известные символы. Стол прокурора был сделан в форме пирамиды. По обеим сторонам от него стояли две массивные колонны, дающие отсылку к масонским колоннам Яхин и Боос, символизирующим равновесие противоборствующих сил. Также здесь можно было увидеть знаки триумфа дьявола, звезду Иштар, люстру в виде перевернутой пирамиды и многое другое. Во время усиленной работы излучателей прокурор ложился в ванну, являющуюся символом инициации. Таким образом очевидно, что неизвестные отцы в фильме «Обитаемый остров» являлись прообразом верхушки общества иллюминатов. Присутствовала в фильме и еще одна интересная аналогия. Помимо страны неизвестных отцов, на планете Саракш было еще два независимых государства Хонти и Пандея. По словам Гая, раньше они были единой империей, но теперь жители стран ненавидят друг друга. Очевидно, что в этой фразе прослеживается намек на Советский Союз. Под Хонти, скорее всего, понимается Украина, а под Пандея – Белоруссия. Во второй части фильма начинается война между Хонти и страной неизвестных отцов. Пандея в это время держит нейтралитет. Многих заключенных страны отцов амнистируют и мобилизуют. Данный сценарий очень напоминает нынешнюю ситуацию в мире. Вполне возможно, что в книге Стругацких, а затем и в фильме, присутствовало прогнозное программирование негативных событий будущего. По сюжету «Обитаемого острова» в ходе войны было применено ядерное оружие, а страна неизвестных отцов в итоге потерпела поражение. Все это, к сожалению, может также стать частью нашей реальности. Очень символичен момент второй части фильма, на котором показано, как мобилизованные люди отправляются на сражение. Парням открыто говорят, что они выступают в роли пушечного мяса. Тем не менее, все они с троем идут на убои. Зев объясняет это следующим образом. Знают, что идут на верную смерть, и все равно идут. Психология послушного стада маг не исключает индивидуальной надежды. А я за бугорком спрячусь и отлежусь, пока другие наступают. Все это в полной мере относится к людям в нашем мире. Все население Саракша делилось на людей и выродков. Последними называли тех, у кого дважды в сутки в одно и то же время случались припадки, напоминающие приступы эпилепсии. Выродки являлись противниками системы и хотели свергнуть действующую власть. Они постоянно атаковали башни, которые, по мнению большинства жителей страны отцов, были необходимы для защиты городов от ракетных атак. Сначала Максим вступает в ряды гвардейцев. Они как раз-таки и боролись с выродками. Однако довольно скоро парень понимает, что на планете Саракш все далеко не так просто. Сначала Максим выясняет, что на самом деле башни испускают мощное излучение, из-за которого у выродков и случаются припадки. Именно поэтому они стремятся их разрушить. Доктор рассказывает парню, что с помощью башен элиты борются с выродками, отвлекая народ от других проблем. Неизвестным отцам выгодно нас травить. Это отвлекает народ от внутренних проблем, от коррупции финансистов, загребающих деньги на военных заказах. На самом же деле правда оказалась еще более ужасающей. О ней Максиму подробно рассказывает Аллу Зев во время каторжных работ по очистке опасной территории от военных механизмов. Сначала мужчина заявил, что излучение от башен влияет абсолютно на всех людей. Излучение действует на нервную систему каждого человека и включаются они не дважды в сутки. Они действуют постоянно. Последствием такого излучения является изменение работы человеческого мозга. Под этим излучением мозг человека теряет способность анализировать мыслить. Но зато он верит. Он перестает критически воспринимать информацию и становится податливым к разного рода манипуляциям. Верит всему. Газетам, радио, телевизору, учителям в школе, офицерам в казарме, рекламе, пропаганде, проповедникам. Зев говорит о том, что с помощью излучения человека можно заставить сделать все, что угодно, так как фактически он превращается в безвольную марионетку. Система информации действует неразрывно с системой излучения. Людям можно внушить все, что угодно, и они примут это как единственную истину. Тогда с человеком можно делать все, что угодно. Человек попадает в ловушку эмоций, под действием которых совершает самые безумные поступки. Очевидно, что все сказанное Зевом имеет место в нашем мире. Люди в большинстве своем охотно верят средствам массовой информации. Они же исправно работают на систему, формируя у человека нужные модели поведения и установки. Скорее всего, на сознание всего населения Земли действительно идет воздействие с помощью определенных приборов, о назначении которых мы не догадываемся. Далее в фильме Зев говорит о том, что выродки – это те люди, на которых, в силу особенностей организма, излучение не действует. Единственные, кто хоть что-то понимает – это выродки. Излучение на них не действует, а удары вызывают боль. Вся элита, по его словам, также является выродками. Вся правящая элита – выродки. Все не вошедшие в элиту – враги человечества. Выходит, что люди, стоящие у власти, осознанно терпят боль и страдают ради своего богатства и красивой жизни. Все это является прямым намеком на сделку с дьяволом, заключив которую человек обрекает душу на вечные муки. В фильме простые люди под действием излучателей и пропаганды считали неизвестных отцов благодетелями, которые заботились о судьбе народа. Они чиновники, на службе народа, они не царствуют, маг. Они работают. Ты знаешь, как им трудно? Постоянная угроза войны. Собственно, именно так воспринимают власть большинство людей в нашем мире. Они охотно идут на выборы, считая, что от их голоса что-то зависит. Сами же представители элит думают лишь о своем благополучии, используя простой народ как средство достижения своих целей. В обитаемом острове есть весьма показательный момент. Во время своего совета неизвестные отцы обсуждают, под каким предлогом начать войну с Хонти. Прокурору поручают подготовить провокацию, которая настроит людей против предполагаемого врага. Ты должен подготовить общественное мнение. Надеюсь, ты придумал уже что-нибудь? Покушение какое-нибудь? Или нападение на башню? Конечно. Именно так все и происходит в реальной жизни. Чтобы развязать войну, принять нужный закон или начать борьбу с определенной группой людей, представители элит устраивают некое резонансное событие, способное произвести впечатление на народ. В итоге люди сами своими руками делают все то, что запланировала верхушка власти. Еще один подобный пример был показан во второй части фильма, когда странник решил похитить Раду из тюрьмы. «Операция по изъятию Рады Гал подготовлена. В тюрьме организован бомб». Во второй части обитаемого острова, когда Максим встречается с мутантом-колдуном, тот говорит ему, что людям на Саракше свобода не нужна. «Человек должен быть свободен. Кто ты такой, чтобы решать за ним?» В качестве примера он приводит Гая, который после того, как на него перестали действовать вышки, пребывал в постоянном страхе. «Тебе нравится, Гай, твоя новая свобода? Ты счастлив?» «Я не знаю». «Тебе страшно?» «Да». Подобным образом колдун оправдывал все то, что происходит в мире. По его мнению, люди не знают, что им делать со своей свободой, так как их сознание не доросло до нее. «Этот мир в равновесии, Максим. А ты хочешь перемен». Все это можно отнести к нашей реальности. Вот только вместо того, чтобы создать необходимые условия для духовного роста, власть имущие загоняют людей в рабство, всячески препятствуя повышению их осознанности. В фильме Максим является прообразом мессии, который, согласно пророчествам, должен спасти человечество. Внешне он напоминает спустившегося с неба ангела, а в сердце парня нет зла и ненависти. Когда Максим впервые попал в квартал бедных людей страны неизвестных отцов, он увидел представление импровизированного кукольного театра. При этом кукловодам была сказана весьма символичная фраза. «Но придет человек из внешнего мира и не вернет, не ищет свободу». Очевидно, что в этих словах присутствует намек на второе пришествие Христа, прообразом которого и являлся Максим. Излучение от башен не влияло на парня, а сам он мог творить чудеса. Максим умел снимать боль, быстро восстанавливал свое тело от ран, моментально запоминал любую информацию, обладал физической силой и ловкостью. Для жителей Саракша все это казалось удивительным. По факту же все способности Максима может развить в себе любой человек, если осознает свои истинные возможности. Максим – это яркий пример того, какими мы можем стать, если вырвемся из-под контроля элит и избавимся от грехов. Во второй части фильма выяснилось, что на планете Саракш был еще один землянин. Им оказался член общества неизвестных отцов Странник. В отличие от Максима, этот человек не вмешивался в судьбу планеты, аргументируя это следующим образом. По законам истории, это их мир, их история, мы не можем ничего менять. Очевидно, что Странник олицетворяет Антихриста, который пришел к власти и, под предлогом лжеспасения, погрузил мир в войну и хаос. Таким образом, фильм «Обитаемый остров» имеет множество отсылок к реальной жизни. В нем довольно открыто показаны все темные стороны нашего мира. Кроме того, кинокартина иллюстрирует сценарий будущего, который уже начал воплощаться в нашу жизнь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.